В рамках инициативы YoungRation iMac бизнес-акселератор John Gold объявил конкурс проектов для предпринимателей Баткенской, Джалалабадской и Орской областей Крыгской Республики. Критериями отбора были начинающие и опытные предприниматели, нуждающиеся в дополнительном финансировании, место проживания и деятельности должно было быть в Баткенской, Джалалабадской и Орской областях. Участники, прошедшие отбор, обучались предпринимательству и управлению финансами у опытных бизнесменов и тренеров, доработали свои бизнес-проекты и презентовали их. По итогам презентации у участников была возможность привлечь грантовые средства от 120 тысяч до 1 миллиона сомов для развития своего бизнеса. Для распространения информации о запуске конкурса команда экспертов провела более 30 встреч в городах и селах, которые посетили более 1400 человек. Публикации об анонсировании конкурса в социальных сетях охватили аудиторию более чем 50 тысяч человек. В результате масштабной кампании по освещению конкурса было собрано 4762 заявки на участие. Каждая заявка была оценена и проверена комиссией, после чего 667 человек были приглашены на этап преакселерации. Преакселерация – это серия онлайн-бизнес-тренингов и тестов, после которой был проведен отбор участников, показавших наилучшие результаты. Маға жауырейш лаймақ долборның қатышучыларына онлайн салағы өті бақтысы тұр келіктір. Оқу планы долбор алқағында қатышучылар дүйнөт анынын генетті, жанандан сыртқары берер менің танышуға лайықталып түзілгендігі мені аптан қуандырды. Бұл үшін мен ойыштыручыларға алқыш айталын. Оқу тонның сыры жана анын егелеге малыматтың өзінде ғанайымез. Ошол малымат қанчалық пайдалу жана қызықту болышында қатышучылар үшін. Мен үміттіні, мен онлайн салағы үшінді алынған малыматтар сіздерге шындап пайдалу жана қызықту болды деп. Урматту жанғырейш наймақ қатышучылары жана аймақтарда ішкердік атқарып жатқан бездің жаратмандар. Бұл үшінді 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 қызықты болды деп. По итогам отбора 127 проектов были приглашены на финальный этап акселерации в городе Ош и в городе Баткен, где участники получили навыки презентации и публичных выступлений, искали новые ниши бизнеса и пути оптимизации бизнес-процессов и оценивали рынки сбыта вместе с экспертами в течение 4 дней. Тренинги вели профессионалы с большим опытом в финансах и предпринимательстве, которые сами запускали успешные проекты. Помимо этого, участникам была дана возможность получить личные консультации от ведущих экспертов по построению бизнеса. А также участники готовились к финальному дню презентации своих проектов и презентовали их перед комиссией. Продолжение следует... 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 Грантовое финансирование проводилось двумя раундами. В раунде А – до 120 тысяч, в раунде Б – до 1 миллиона сомов. В раунде А – для отбора презентованных проектов. Инвестиционный комитет, состоящий из сотрудников ПРООН и Джон Голд, присваивал баллы по соответствию каждому из критериев, таких как жизнеспособность идеи, квалификация участника, социальный эффект и польза. Для получения грантовых средств были отобраны 76 участников. Спустя три месяца после выдачи грантовых средств был проведен выездной мониторинг, в рамках которого эксперты встречались с участниками и проверяли наличие оборудования и товаров, переданных в качестве гранта по проекту. Мониторинг показал, что общее число трудоустроенных работников в поддержанных проектах составляет 378 человек, из них 206 женщин и 172 мужчины. Следующим этапом стало проведение раунда Б, в рамках которого были отобраны наиболее успешные проекты для поддержки в размере до 1 миллиона сомов. При этом в качестве критериев отбора оценивалось исполнение обязательств, принятых грантополучателями, достигнутые результаты после раунда А, а также приверженность целям устойчивого развития. По итогам презентации было отобрано 43 проекта. Общий грантовый фонд по двум раундам составил более 30 миллионов 640 тысяч сомов. После распределения грантов командой Джон Голд были привлечены эксперты для проведения 15 онлайн мастер-классов. Тематика тренингов была выбрана с учетом запросов от участников проекта. Грантополучатели напрямую задали вопросы профессионалам в своих отраслях, таких как бухгалтерия, налогообложение, инвестиции, маркетинг. Салмасы тәрвем, аты мақмара, 31 жаждауын диялбатышарынан келдим. Джон Голд жена проуын бергелешіп, уйыштырған диялбатышн аймақ доуырын қатыш үшісімін, араунтын диялбатыш үшісімін. Мен бұл проектке өзімін бизнес проектымен келгем. Азырқ үшерді диялбатышарында кейтерін жена клининг қызматтарын көрсет келес. Біз бұл жақтан арауындтан 1 жарымен доллар сумада ғрант және алған біз. Аңдан біз универсаліні пек, ғазы біплета, үшінді өлі фритюрніца алдық. Өз үзін продукцияларызды бұндандағы жақшы сапатта, әйтез уақытта жасағанға жардан берді. Өшінді өлі қлининг ұслугасын қошып, ұндандағы клиенттерге, біздің қолдан ұшыларға жақшы шарттар түздік. Бірінші тойырт көрген адамға бірінші бағырып клининг қызматын көрсеті, әзіндің кейін тояштарын комплекс түрде өз. Саламыздару, мен әті мақсат, біз қадам жай районнан келдік, Баткен обласынан біз және ғесін проектіне бозүлілер лагері бойынша қатышқан біз. Бірінші районта қатышып, көрген ұтып бозүлілерін лагерін құрута ғыс қадам жайда этнокомплекс, башқа жаға болестерл битондың жылу, әзі мастой кей үртталарды құрута ғыс. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Многие участники создали новые рабочие места, расширили линейку товаров и стали оказывать инновационные для своего региона услуги. Таким образом, с развитием бизнеса в регионах, местные жители получают доступ к более широкому спектру товаров и услуг, что может улучшить их качество жизни. Среди грантополучателей есть детские сады и школы, курсы дополнительного образования и футбольные секции для детей, которые, как мы верим, дадут важные знания и навыки подрастающему поколению. Мы верим, что истории успеха наших участников могут вдохновлять других жителей региона на создание бизнеса в Кыргызстане, что в будущем будет способствовать развитию экономики и уменьшению оттока населения в другие страны. С 2018 года бизнес-акселлятор John Gold реализует конкурс бизнес-проектов Djangration в рамках проекта ProOn по восстановлению от последствий COVID-19 в Оржской, Джалабадской и Баткенской областях Кыргызской Республики. Наша цель – поддержать молодых предпринимателей, желающих получить дополнительное образование по бизнес-планированию, навыкам критического мышления и коммуникации. Ведь предпринимательство подразумевает постоянное совершенствование навыков, а также способность гибко подстраиваться под любые внешние изменения. Помимо грантовой поддержки и обучения, Djangration дает участникам сообщества предпринимателей таких же, как и они сами, где они делятся своими знаниями и опытом, а иногда становятся партнерами или поставщиками товаров и услуг друг к другу. Мы верим, что высокая сплоченность предпринимателей и общества создает сильную экосистему, делая предпринимателей устойчивее, а экономику страны сильнее. Продолжение следует...